Медиагруппа «Авангард» представляет Мне понравилось, как сформулировал эту ситуацию Алексей Анатольевич Пауков в своей презентации по результатам анкетирования участников рынка. Он сказал, что рынок воспринимает эту ситуацию о серьезной реформе нормативно-правовой, в рамках которой мы сейчас живем, которая идет и продолжается. Рынок начал воспринимать реформу как условие задачи. Те, кто является действительно профессионалом и у кого бизнесы ориентированы на то, чтобы работать в рамках этой проблемной области, мы просто должны находить какие-то компромиссы, возможности выживать и креативить для того, чтобы оставаться на плаву, ну а при хорошем сечение обстоятельств может быть как-то и нарастить свой бизнес. В общем, конечно, это все не очень здорово, то, что происходит со стороны регуляторов, но при этом голь на выдумку хитра. Постараемся, чтобы все было у нас тем не менее позитивно. Те моменты, которые действительно появились в новинку впервые, это облачная электронная подписи, это сервисы доверия на третьей стороны, это действительно новые продукты, новые решения, новые сервисы, которые выводятся на рынок сейчас. И я надеюсь искренне, что они позволят, во-первых, повысить качество услуг в области доверия, а во-вторых, рынку, отрасли, опять же, как сегодня доказал Алексей Анатольевич Пауков, да, отрасли, отрасли PTI, да, позволят зарабатывать на этом. Я бы выделил как особенно ценное за сегодня доклад Аллы Михайловны Столяровой, которая была посвящена электронной подписи «On the fly». Этого нет не то, что на уровне нормативных документов, но даже на уровне замысла пока какого-то. А тем не менее, она реально востребована. И я думаю, что с ростом массового спроса, в том числе среди физических лиц в отношении технологии электронной подписи, электронная подпись «On the fly», то есть технология получения краткосрочного сертификата, желательно квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи для того, чтобы выполнить какую-то задачу, где он требуется сейчас, да, и потом уже дальше не заботиться ни о чем, да, то есть чтобы он был для этой задачки, а потом был отозван, да. И это, соответственно, должно стоить намного дешевле, это должно быть более эргономично, это должно быть гибко, вот. Настолько, насколько наши европейские вот нам коллеги рассказывают, как это у них сделано, может быть, даже лучше. Впервые за 18 лет в нашей конференции не участвуют, к сожалению, наши европейские партнеры, коллеги, постоянные гости, представители Европейского форума по электронной подписи. не участвуют лично, при этом доклад Аллы Михайловны Столяровой, представителя компании Asseco Data Systems, представлен онлайн, и поэтому мы в некоторой степени, конечно же, эту брешь закрыли, но ничто не заменит живого общения. Это с одной стороны. С другой стороны, впервые мы смогли в рамках нашей секции международной сформировать достаточно такую стройную программу, в которой участвуют эксперты, о участии которых раньше мы могли только мечтать. Я имею в виду эксперты, представители и руководители таких международных структур, которые в масштабе Организации Объединенных Наций занимаются тематикой электронного документа, обороты электронной подписи, как UNC-факт, UNC-трал, ската ООН. И это, конечно, новое слово, которое благодаря пандемии, как идея, да, у нас появилась, и мы постарались реализовать. Я думаю, это машиночитаемые доверенности. Все, что вокруг них. И очень понравилось по этому поводу в докладе Юрия Геннадьевича Маслова момент, когда в его таблице напротив машиночитаемых доверенностей стояли одни вопросы. В первую очередь я бы увеличил перечень вопросов, которые посвящены международному сотрудничеству. Мы достаточно скупо освещаем эту тематику. Вопросы организации, аудита, контроля такого общественного, да, со стороны ассоциаций за деятельностью удостоверяющих центров, операторов, сервисов доверия. Мы сейчас, в принципе, с достаточно хорошим качеством реализовали ежегодную номинацию, но над содержанием ее все-таки можно много еще поработать. В принципе, мы достаточно хорошо знаем этот рынок, и поэтому те заявки, которые вот сейчас пришли, их немало, да, и это реально была, в общем-то, борьба при голосовании в номинации. То, чего, как мне кажется, сейчас не хватает, это получение за счет того, что действительно настоящие эксперты оценивают достижения, да, получение такой обратной связи, которая популяризуется, которая широко известна, которую видят и рынок, и, возможно, более широкий какой-то круг там интересующихся, возможно, и клиенты тоже, да, это даже не просто реклама, да, это действительно экспертное признание. И вот я думаю, что здесь намного чего еще с программным комитетом следует поработать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова